Интересно было бы в Антарктиде пробежать марафон. Весили 110 килограмм. Бегать вообще вредно и нельзя. А что дальше делать? У меня была нормальная работа, сейчас я занимаюсь спортивными школами и соревнованиями. На улице взять вулочек, а можно сделать аэромат. Упасть, разбиться, умереть. Я, честно говоря, просто охренел от тех возможностей, которые дает Россия. Друзья, всем привет! С вами снова первое YouTube-шоу о Триатлоне 226 вопросов. И мы неумолимо приближаемся к главному старту сезона 226 в Сочи. Сегодня у нас необычный гость, гость которого так долго ждали в комментариях и просили наши дорогие подписчики в сети. Человек, который сделал 7 Ironman дистанций, включая экстремальный триатлон. Встречайте, основатель I Love Super Sport и со-основатель Ironstar Максим Журила. Максим, ваш путь в триатлоне, в большом спорте начался сколько лет назад? Я первый триатлон сделал в 2010 году. Весили 110 килограмм. И вот как пришла та вот мысль, тот, не знаю, понедельник или роковой вторник, когда вы проснулись и решили, что пора на спорт? У меня появилась мечта. До сих пор она есть, кстати. Это сходить на Эверест. Она появилась просто в один момент. Я начал с того, что надо было похудеть. То есть привести себя в форму. Для этого я начал бегать. А как ваша история из любительского бега для того, чтобы похудеть, переросла в первую цель, в марафон или в полумарафон? Какой была вообще первая цель? Первая цель была десятка. Десятка. Да. Где-то через месяц я пробежал. Но мне понравилась эта игра, что есть четкая цель, конкретика, и ты к ней идешь. И я решил, что надо бежать в марафон. Ну, соответственно, я посмотрел, какие бывают. Выбрал Нью-Йорк. И, собственно, начал лететься к Нью-Йорку. В 2009-м был мой первый марафон. Я решил пробежать все мейджоры. Я на следующий год пробежал Чикаго, потом Берлин, потом Лондон. А потом что-то я увлекся триатлоном и немножко упустил мейджоры. И вот сейчас возвращаюсь. Я бегу в Бостон в апреле. И у меня останется только Токио. И Токио, он недавно появился, но он тоже мейджор. Как появилась безумная цель, как она переросла из марафонов, покорить именно дистанцию Айронмен и прийти в триатлон? Я в 2009-м году пробежал Нью-Йорк. И, в общем, я на финише разговаривался с двумя ребятами. Мы просто вместе сидели на бордюре. И они мне рассказали, что есть Айронмен. Я решил делать Айрон. Ну и, соответственно, промежуточно уже достаточно консервативно к нему готовился. Каким был первый Айронмен? Где он был? И какие самые, не знаю, необычные инсайты, которые он вам принес? Первый был в Австрии в 2012-м году. Честно говоря, никаких инсайтов он не принес. Потому что Айронмен, ну, если ты нормально к нему идешь, то это как бы награда за те тренировки, которые ты делаешь. Поэтому там основная инсайта на тренировках. А Айронмен, что, ты вышел уже и все. Это ты как бы, это как праздник. Насколько действительно сложно совместить в графике? Очень многие просто бизнесмены, которых сейчас уже увлек триатлон, сходят, возможно, с этой дистанции именно тренировочно, из-за того, что постоянные разъезды, куда ты уезжаешь, не успеваешь выполнить тренировочный план. Насколько тяжело вам было во всей этой истории соблюдать все рекомендации тренера? Да, да, да. Ну, у меня такой достаточно свободный график был, ну, есть. То есть я сам на себя планирую. Поэтому я могу себе позволить, там, не знаю, утром тренироваться или в первой половине. Там вопрос, как бы, сколько тренироваться. То есть некоторые там тренеры, ну, и в России в том числе, там считают, что надо там тренироваться, не знаю, 20 часов в неделю. Вот если человек не тренируется 20 часов в неделю, он не сделает АРМ. Я так не считаю. Я считаю, что 10 часов в неделю – это, вот, как бы, потолок, которого вполне достаточно для того, чтобы нормально сделать, там, не знаю, за 11 часов АРМ и вообще не переживать. Ну, вот, 10 часов в неделю, если вычесть выходные, когда делаешь длительные, то это остается, там, условно, по часу в день. Ну, час в день, ну, что кто-то не может найти час в день, мне кажется. Это, значит, отмазки уже? Ну, не отмазки, это, как бы, вопрос мотива. То есть, ну, человек хочет, правда, как бы, условно АРМ сделать или, ну, не очень. Если не очень, то, ну, не надо мучиться. Если хочешь, тогда какие проблемы? Ну, тренируйся час в день и делай две длительных в субботу и воскресенье. Многие марафонцы говорят о том, что, когда вы отважились и решили сделать марафон, делайте сразу марафон, потому что, если вы сделаете половинку, как, там, в триатлоне, там, 113 или полумарафон, то потом вы просто, возможно, психологически не подойдете к своей главной цели, потому что вам будет просто страшно. Я не знаю, первый раз очень такое слышу. Я просто не считаю, что, там, Айронмен – это какое-то чудо. Ну, то есть, что это миракл, который, вот, типа, только, там, как какой-то небожитель или, там, особенный чувак может сделать. Айронмен может сделать абсолютно любой человек. Вот на улице взять любого человека, он может сделать Айронмен. Просто он его не делает, потому что у него есть другие приоритеты в жизни. И все. То есть, Айронмен – это не то, что ты, там, не знаю, вот, как с парашютом прыгать, да? То есть, ты собрался с духом и, вот, типа, сделал шаг, зажмурился, и, вау, рыгнул. Вот. То есть, Айронмен так не делается, да? Распланируй так, чтобы за этот год до, вот, своей гонки, ты, не знаю, там, проплыл километров, там, 250-300 суммарно, там, на велике проехал хотя бы, там, тысяч семь-восемь, там, ну, и, там, полторы тысячи пробежал. Вот. Ну, вот это все сложилось. И тогда ты выходишь на Айронмен, и, как бы, вот, это твой подарок, это твой праздник, это твой день, когда ты можешь кайфануть от того, что вот это все собралось, и тут, не знаю, твои близкие, там, друзья, и тебе на финише дадут медаль. Всем привет! Меня зовут Степан Вахмин, и я дам вам несколько жизненно необходимых лайфхаков, которые вам понадобятся на уже на самом первом старте Айронстарт в Сочи. Лайфхак номер один. Если у вас есть замечательные очки, которые вы не хотите потерять, а также шапочка соревнований, после того, как вы снимете ее и останетесь в Гидрике, оставьте свои вещи в рукаве. И небольшой лайфхак, как дополнение, не отпускайте сразу рукав, немножко придерживайте его, и тогда, когда вы добежите его, где вы будете снимать, в этот момент посмотрите, все ли у вас в порядке. Тогда очки и шапочка останутся у вас на всю оставшуюся жизнь. Второй классный велосипедный лайфхак. Никогда не размещайте свое питание гели накануне соревнований с вечера. Лучше сделайте это с утра. Если у вас слишком много питания, классный способ поместить своих гели в костюм или под костюм на своих ляшках. Лайфхак номер три. Сосочки обязательно заклейте пластырем или просто намажьте вазелином. Если у вас не такая красивая красная лайка, как у меня, кровь может оставить неприятный след. Друзья, встретимся на финише старта. Я успею помыться, сделать массаж, немножко поговорю в камеру, и тогда вы прибежите, и я вас обниму. Всего хорошего! Можете вспомнить что-то забавное связанное с вашим первым стартом? Ну вот у меня самый забавный был самый вообще первый мой триатлон старт, потому что это был финал чемпионата мира по триатлону. Ну так получилось случайно, я не знал. Ну то есть это были дикие времена, это был там 2009-2010 год. В России триатлоном занималось 15 человек. И не было ни одного старта по триатлону. Смотрю по карте, по календарю, Будапешт. Думаю, ну прекрасно там Будапешт, не очень далеко, прямой рейс там. Вот, и все. И я решаю, что поеду в Будапешт на Олимпийку. Она в сентябре, как раз конец сезона. Думаю, все лето буду тренироваться и поеду. Вот. Пытаюсь зарегистрироваться, и не получается. Там говорят, типа, вам надо вот через вашу федерацию триатлона. Думаю, какой-то бред, какой-то странный спорт. Вот, то есть, ну в беге без проблем, там, куда хочешь. Почему? Вот, я нашел через, там, гугл федерацию триатлона. Звоню, говорю, здрасте, я вот хотел на Будапешт зарегистрироваться. Скажу, что через вас. Да-да-да, типа, приезжайте, вот, буду вас оформлять. Но я реально думал, что это просто, как бы, такой подход в этом спорте. Вот, а потом уже выяснилось, что, оказывается, в Будапеште проходил гранд-финал ITU. И в него только по квалификации люди попадают. Вот, и во всем мире это топ-15 в каждой H-группе, которые едут на финал. Вот, но в России, так как, как бы, людей вообще нет, то любой чувак может поехать. Это, кстати, до сих пор сохраняется. Это можно поехать. И вот это он так оказался. Расскажите про гонку Норсман, которая была в Скандинавии. Ну, там такой дух своеобразный. В Норсмане там прям вот это реализовано полностью. То есть ты с утра садишься, в 4 года садишься на паром. Паром отъезжает вглубь фьорда. Потом у него открывается этот клюв. Вот, всем говорят, прыгайте, да. Ну, вот, соответственно, ты со средины фьорда прыгаешь в воду и плывешь к берегу 4 километра. Приплываешь, берешь велик, там, то и саппортеры должны организовать транзитку. То есть там ее нету, как таковой. Ну, вот. Переодеваешься там. Вот. Потом едешь на велосипеде, соответственно, они тебя кормят, поют, останавливаются. И потом бежишь и в Норсмане бег в гору. И финиш на самой высокой горе, средней части Норвегии. Галстатопик. А что решает в плавании? Техника или объемы? В плавании только техника. Там 80% успеха техника. То есть если ты, например, плохо плаваешь, и будешь много плохо плавать, ты будешь просто круто плохо плавать, и все. То есть ничего не изменится. На веле, мне кажется, чем больше, тем лучше. А объемы лучше нарабатывать именно на велосипеде, именно в манеже где-то? Или, например, просто в зале можно на тренажере каком-то нарабатывать? На веле лучше объемы нарабатывать на улице. Ну, желательно в горах где-то. Знаешь, что есть лыжный марафон, на котором финишером дают рюмку? Нет, я знаю, что есть пивной марафон, когда и винный по виноградникам, когда бегут и пьют вино. Да, я бегал в Бажале. И там на финише вместо медали дают такой черпачок. Черпачок для вина. Типа, чтобы из бочки можно было вино так набрать. Так как там очень давно уже развивается любительский спорт, то люди гораздо проще относятся к спорту. То есть там меньше вот этого, ну, типа такого перфоманса, что вот надо нам показать секунды и больше фана. Мне это очень нравится. Ну, у нас-то тоже будет, я думаю, просто когда наберется какая-то критическая масса людей, те, которые, возможно, сейчас гонятся за секундами, через какое-то количество лет им это надоест, они будут получать удовольствие, и как бы и так появится много людей. И можно будет и пивные марафоны, и... Ну, и просто... Суждение делать. Да-да-да, и ради удовольствия. Благодаря I Love Running и вообще благодаря проекту, в котором вы работаете, очень много людей приходят в спорт осознанно, с головой, с тренером, с командой, с какой-то правильной мотивацией. Как начинали вы? И, ну, поделитесь каким-то личным опытом на это. Ну, вот я как раз начинал неправильно, и это была одна из причин, почему мы потом сделали I Love Running. И я наломал там достаточно много дров, то есть я там слишком много бегал, хотя не надо было столько. Я там слишком быстро бегал, хотя не надо было так быстро. А потом мне начала болеть спина, я пошел к доктору, доктор сказал, что бегать вообще вредно и нельзя. Ну, короче, вот все, что можно было сделать плохо, я сделал. Поэтому, чтобы люди не повторяли этот путь в том числе, мы сделали I Love Running. Раздел Health. Отдельно хотелось бы про него поговорить, потому что, мне кажется, это очень крутое начинание. Не очень многие люди обращали раньше на это внимание, сейчас как-то больше. На фитнес-тестирование, на какие-то прохождения. Необходимо ли это делать, и поможет ли это улучшить скорость, может быть, или эффективность от тренировок? Ну, как минимум, это поможет быть здоровее. Вот это самое главное. Потому что скорость там может другой помочь улучшить, но именно заниматься спортом для того, чтобы оставаться здоровым, чтобы он тебе как бы помогал и укреплял тело, а не делал его слабее. Вот это важно. То есть человек может условно годами неправильно тренироваться с точки зрения пульса, сердца, нагрузки на сердце. И не знать об этом. Поэтому, конечно, такой постоянный контроль врача – это классная вещь. Или, например, анализы крови. То есть я делаю тоже каждые три месяца. Ну, три-четыре в среднем. И это позволяет отслеживать свое состояние и видеть, что все нормально, все в порядке. Или там на чем-то нужно работать. А перед своими стартами, перед айронменами, перед полумарафонами проходили ли какое-то тестирование или общались как-то с врачом, может быть, дистанционно? Я всегда, ну, то есть я, вот, ну, кровь примерно там каждый квартал, то есть каждые три-четыре месяца. УЗИ сердца каждый год, ну, с ЭКГ. Хотя ЭКГ в принципе не очень показательный тест. Дальше там, например, тестирование функциональное, оно позволяет, да, там, ну, чуть лучше понять свои там зоны пульсовые и так далее. Я много раз делал, но в целом там, начиная с какого-то момента, это не так важно. Ну, если ты не супер, там, спортсмен, который выходит на пик формы, там, и так далее. Ну, плюс еще, вот, все, что связано с рекавери, то есть это может быть массаж или какая-то физиотерапия. То есть при малейших, там, не знаю, каких-то болях лучше сразу это превентивно решить. То есть, ну, понять, в чем дело. Причем тоже очень важно решить не в смысле, там, не знаю, обезболивающего выпить или, там, противовоспалительного вольтарена, а именно с человеком, который разбирается в вопросе, понять, как бы, из-за чего у тебя там это болит. Мне кажется, на самом деле, то, что с ростом стартов, масс стартов вообще и, может быть, с ростом внимания публики к любительскому спорту, мы уже перешли от момента, когда люди покупали себе справку на старт, к тому, что люди действительно начали задумываться, как подойти с головой, как подойти правильно. Ну, это вот, как бы, наша такая боль, потому что, ну, в целом, я считаю справки, как бы, абсолютно неправильным инструментом, вот, потому что это полностью снимает ответственность человека, ну, то есть, ему кто-то говорит, что тебе нужна справка, ну, такой советский подход, ну, вот, то есть, не ты сам, типа, вот, там, заботишься о себе и решаешь, ну, вот, и ты сам берешь на себя риски, вот, если, там, например, ты не обследуешь всего врача, если ты не задаешь анализы. А у нас, как бы, это все ответственность переложена на какую-то справку, которую кто-то сказал, что надо делать, мне кажется, это вообще, там, катастрофически неправильно, вот, и их, конечно, надо отменить, и вместо этого как раз вовлекать людей в то, что, как бы, твое здоровье, твоя ответственность. Каждый может умереть на Iron Man, вот, ну, то есть, выходя туда, ты отдаешься в этом отчет. Точно так же, как выходя на улицу, можно умереть. Вы воспринимаете спорт как челлендж, как путешествие, вот, именно вот этот вот любительский спорт, в котором вы сейчас активно вращаетесь, что, что, что он для вас? Если можно охарактеризовать как-то. Да, для меня это приключение, ну, то есть, это как, вот, да, такое новое впечатление, приключение, поэтому мне нравятся разные, там, экстремальные гонки, ну, условно, там, экстремальные, они, на самом деле, не такие уж экстремальные, то есть, они сложные просто. Мне нравятся всякие красивые места, где я еще не был, вот, какие-то новые впечатления. На Келькмане, это Шотландия, там гонка проводится вообще у черта на рогах, то есть, туда, вот, без какого-то причины, типа, гонки, приехать точно нет шансов, вот, там очень красиво. В какой стране хотелось бы пробежать, чтобы это прям вдохновляло для себя лично? Марафон? Да, ну, марафон или просто какой-то забег. Ну, мне бы интересно было, вот, по китайской стене пробежать, там есть марафон, вот, интересно было бы в Антарктиде пробежать марафон, там есть марафон, вот, интересно было бы пробежать где-нибудь в Латинской Америке марафон, там, в Чили. Если из всех дистанций Айрон Стара, которые есть в этом году, посоветовать новичку зарядиться первый раз вообще, то куда бы вы посоветовали? Ну, это не обязательно 2-2-6, ну, не Сочи, это, да, это спринт, олимпийка, может быть. Я бы посоветовал Завидова, мне кажется, ну, если из Москвы, вот, если из Москвы, то Завидова, если, соответственно, там, из Центральной России и в Казань на спринт, тем более, там, чемпионат Европы. В Сочи достаточно интересная, ну, для полной дистанции достаточно интересная трасса, ну, и вообще конфигурация, то есть, во-первых, с морским плаванием, вот, тоже, если человек хочет такой, типа, такой true Ironman сделать, да, то, ну, в России это Сочи, потому что это морское плавание, вот, это, ну, хорошая дорога, вот, и такой бег как раз кругами, то есть, чтобы болельщики могли видеть. Есть ли люди, которые вдохновляют вас на триатлон пути? Ну, наверное, несколько в разные этапы, то есть, ну, вот сейчас меня, например, вдохновляют люди, которые делают свой первый триатлон, то есть, меня прямо еще, я когда вижу в Iron Star, например, там, люди, которые, ну, или, там, на брифинге мы спрашиваем, поднимите руку, до кого это будет первый триатлон, там, почти весь зал поднимает руку, и я от меня понимаю, блин, круто, ну, то есть, это реально круто, меня правда вдохновляет. Джо Фрива, я когда с ним познакомился, лет уже семь назад, наверное, меня, конечно, тоже вдохновило, потому что ему тогда было 78 лет, вот, и мы с ним ехали вместе на велике в Колорадо, вот, и он от нас уехал в гору, вот, и потом наверху стоял, нас ждал. Ну, я не в плохой форме в целом был, но я не смог за ним держаться. Я нашел себе оправдание, там, что, типа, он на шоссейнике, я на разделке, там, что у меня тяжелый велосипед, там, передача у него легкие, вот, типа, ну, на самом деле, блин, в 78 лет чувак уехал, вот, и это меня очень вдохновило, я подумал, что круто быть, ну, там, не знаю, в 78 лет в такой физической форме. И еще один был случай, я, когда очень увлекся триатлоном, то, и плюс мы делали, ну, ILO running, хотели открывать триатлон, надо было понять вообще, как там, что устроено, и я заэплавился в Американскую Федерацию Триатлона на тренерский курс. Все сидят, там, типа, парты, ну, там, презентация, обучение, вот, и мы с чуваком сидим, с задней партой, с задним столом, и, ну, и разговорились, все, и потом перерыв, он такой встает, я смотрю, у него нет ноги, вот, и я охренел, ничего себе там, а у него, ну, такая, типа, карбоновая нога, вот, он в шортах, и видно, что нога карбоновая. Оказалось, что он был, я считаю, я не сделал Норсман, а он был первым чуваком, типа, без ноги, который сделал Норсман, забежал на гору туда, вот, и я такой думаю, блин, если чувак, ну, там, без ноги, там, можешь сделать Норсман, сейчас он сидит здесь, а здесь это тренерский семинар, значит, он тренер, я говорю, ну, а ты тренер? Он говорит, да, я там тренирую, потом в перерыве подходим, у него возле стены стоит вторая нога, ну, просто стоит одна нога, вот, а я говорю, слушай, а это у тебя вторая, я говорю, у тебя же одной только не хватает, он говорит, ну, я, типа, меняю, оказалось, что у него одна нога для бега, на ней кроссовок, типа, там, зашнуровывается, а другая нога, там шип для педали, то есть, да, он когда на велике, он говорит, я ту ногу пристегиваю, чтобы она с шипом, и я, типа, ну, у нас сейчас тоже есть, там, вот, Серега Бурлаков, который, там, ни ног, ни рук нет, он, там, Сайбермен делает, вот, и Ярослав Святославский, там, вот, ну, то есть, вот, вот, такие примеры меня, конечно, тоже очень вдохновляет, я в этот момент думаю, блин, Максим, у тебя все есть, ноги, руки, и что ты там ноешь, если ноешь, ну, вот, ну, вот так. Есть ли планы уже или какие-нибудь дедлайны, когда все-таки случится Эверест, или пока вы плавно идете к этой цели? Ну, я планирую, то есть, за сорок, когда мне будет, то есть, у меня еще есть несколько лет, да, и там дальше, до сорока не планирую. Друзья, у нас супер-блиц в лифте с Максимом Журиловым. Максим, 2-2-6 или 113? 2-2-6. Поспать или поесть? Поесть. Батончики или гели? Гели. Тренироваться или поспать? Тренироваться, конечно. Гели или соляные таблетки? Гели. Маст-старт или роллинг? Роллинг. Бег или плавание? Плавание. Плавание или велик? Велик. Велик или бег? Велик. В гидрокостюме или без? Без. На время или на скорость? На время. Гармин или суунта? Сунта. Разделка или шоссейник? Шоссейник. Владимир Волошин или Максим Журила? Владимир Волошин. Аэронмен или Аэронстар? Аэронстар, конечно. Друзья, ну и по традиции в конце нашего выпуска мы, как обычно, подводим итоги предыдущего розыгрыша. В прошлый раз мы разыгрывали свидание, точнее, завтрак и тренировку вместе с Анастасией Тухмачевой. Результаты вы уже можете найти под этим видео на YouTube и в официальном аккаунте Аэронстар в Instagram. А сегодня у нас для вас не менее приятный приз и бонус, который достанется одному из подписчиков, оставившему комментарий под этим видео. Мы разыграем для вас любую тренировку на выбор в I Love Supersport. Это может быть тренировка по плаванию, по бегу, по триатлону или по сайклингу. Выбирайте вы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх и оставайтесь с нами на связи. До 226 осталось совсем немного. Субтитры сделал DimaTorzok